Здравствуйте! Лекция 4. Стандартизация сетей. План. Источники стандартов. Стандартизация интернета. Стандартные стеки коммуникационных протоколов. Работы по стандартизации вычислительных сетей ведутся большим количеством организаций. В зависимости от статуса организации различают следующие виды стандартов. Стандарты отдельных фирм. Например, стек протоколов S&I компании IBM. Или графический интерфейс OpenLook для Unix систем компании Sun. Стандарты специальных комитетов и объединений создаются несколькими компаниями. Например, стандарты технологии АТМ. Национальные стандарты. Например, стандарт FDDI. Представляющий один из многочисленных стандартов NC. Или стандарты безопасности для операционных систем, разработанные Центром NCSC Министерства обороны США. Международные стандарты. Например, модель и стек коммуникационных протоколов Международной организации по стандартизации. ИСО. Многочисленные стандарты Международного союза электросвязи. ИТУ. В том числе стандарты на сети с коммутацией пакетов X25, сети FrameRelay, ICDN, модемы и многие другие. Некоторые стандарты, непрорывно развиваясь, могут переходить из одной категории в другую. В частности, фирменные стандарты на продукцию, получившие широкое распространение, обычно становятся международным стандартом де-факто. Так как вынуждает производителей из разных стран следовать фирменным стандартам, чтобы обеспечить совместимость своих изделий с этими популярными продуктами. Например, из-за феноменального успеха персонального компьютер-компании IBM, фирменный стандарт на архитектуру IBM PC стал международным стандартом де-факто. Более того, ввиду широкого распространения некоторые фирменные стандарты становятся основой для национальных и международных стандартов. Например, стандарт Ethernet, первоначально разработанный компаниями Digital Equipment, Intel XRX, через некоторое время и несколько в измененном виде был принят как национальный стандарт IEE-802.3, а затем организация ISO утвердила его в качестве международного стандарта ISO 8802.3. Примером открытой системы является интернет. Эта международная сеть развивалась в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к открытым системам. В разработке ее стандартов принимали участие тысячи специалистов, пользователей этой сети из различных университетов, научных организаций, эфир-производителей вычислительной аппаратуры и программного обеспечения, работающих в разных странах. Само название стандартов, определяющих работу интернета, темой для обсуждения, Recused for Commands, RFS, показывает гласный и открытый характер принимаемых стандартов. В результате интернет сумел объединить в себе разнообразные оборудования и программное обеспечение огромного числа сетей, разбросанных по всему миру. Ввиду постоянной растущей популярности интернета, документы RFS становятся международными стандартами де-факто, многие из которых затем приобретают статус официальных международных стандартов. В результате их утверждение какой-либо организации по стандартизации, как правило, ИСО и ИТУ. Существует несколько организационных подразделений, отвечающих за развитие и в частности за стандартизацию архитектуры и протоколов интернета. Основным из них является научно-административное сообщество интернета. С управлением ICOS работает Совет по архитектуре интернета – Internet Architecture Board. В IAB входят две основные группы – Internet Research Task Force и Internet Engineering Task Force. Internet Engineering Task Force – это инженерная группа, которая занимается решением текущих технических проблем интернета. Именно Internet Engineering Task Force определяет спецификацию, которая затем становится стандартом интернета. Процесс разработки принятия стандарта для протокола интернета состоит из ряда обязательных этапов или стадий, включающих непременную экспериментальную проверку. В соответствии с принципом открытости интернета, все документы РФС, в отличие от, скажем, от стандартов, ИСО, находятся в свободном доступе. Коммуникационных протоколов. Важнейшим направлением стандартизации в области вычислительных сетей является стандартизация коммуникационных протоколов. Наиболее известными стэками протоколов являются OC, TCPIP, IPX, SPX, NetBIUS, SMB, DECNET, SNI. Не все из них сегодня применяются на практике. Стэк OC. Следует четко различать модель OC и стэк OC. Если модель OC является концептуальной схемой взаимодействия открытых систем, то стэк OC представляет собой набор вполне конкретных спецификаций протоколов. В отличие от других стэков протоколов, стэк OC полностью соответствует модели OC. Он включает спецификации протоколов для всех семи уровней взаимодействия, определенных в этой модели. На нижних уровнях стэк OC поддерживает Ethernet, Token Ring, FDDI, протоколы глобальных сетей X25 и ISDN. То есть использует разработанные вне стэка протоколы нижних уровней, как и все другие стэки. Из-за своей сложности протоколы OC требуют больших затрат, вычислительной мощности центрального процессора, что делает их наиболее подходящими для мощных машин, а не для сетей персональных компьютеров. Стэк OC независимый от производителей международный стандарт. Его поддерживает правительство США в своей программе GOSIP, в соответствии с которой все компьютерные сети, устанавливаемые в правительственных учреждениях США после 1990 года, должны или непосредственно поддерживать стэк OC, или обеспечивать средства для перехода на этот стэк в будущем. Тем не менее, стэк OC более популярен в Европе, чем в США, так как в Европе осталось меньше старых сетей, работающих по собственным протоколам. Большинство организаций пока только планируют переход к стэку OC, и очень немногие приступили к созданию пилотных проектов. Из тех, что работают в этом направлении, можно назвать военно-морской обетом США. Стэк IPX SPX Этот стэк является оригинальным стэком протокола фирмы NOVA, разработанным для сетевой операционной системы Netway еще в начале 80-х годов. Протоколы сетевого и сеансового уровней, которые дали название стэку, является прямой адаптацией протоколов XNS фирмы XRX, распространенных в гораздо меньшей степени, чем стэк IPX SPX. Популярность стэка непосредственно связана с операционной системой NOVA, Netway, которая долгое время сохраняла мировое лидерство по числу установленных систем, хотя в последнее время ее популярность намного снизилась, и по темпам роста она заметно отстает от Microsoft Windows NT. Многие особенности стэка обусловлены ориентацией ранних версий операционной системы Netway на работу в локальных сетях в небольших размерах, состоящих из персональных компьютеров со скромными ресурсами. Понятно, что для таких компьютеров компании NOVA нужны были протоколы, на реализацию которых требовалось бы минимальное количество оперативной памяти, которые быстро работали бы на процессорах небольшой вычислительной мощности. В результате протоколы стэка IPX SPX до недавнего времени хорошо работали в локальных сетях, и не очень в больших корпоративных сетях, так как они слишком перегружали медленные глобальные связи с широковещательными пакетами, которыми интенсивно используются несколькими протоколами этого стэка. Это обстоятельство, а также тот факт, что стэк IPX SPX является собственностью фирмы NOVA, и на его реализацию нужно получать лицензию, то есть открытые спецификации не поддерживаясь, долгое время ограничивали его поле деятельности только сетями NetWay. Однако с момента выпуска версии NetWay 4.0 специалисты NOVA внесли и продолжают вносить в протоколы серьезные изменения, направленные на их адаптацию для работы в корпоративных сетях. Сейчас стэк IPX SPX реализован не только в NetWay, но и в нескольких других популярных сетевых операционных системах, например, Unix, SunSolaris, Microsoft Windows NT. Стэк NetBIOS SMB. Этот стэк широко применяется в продуктах компании IBM и Microsoft. На его физическом и канальном уровнях используются все наиболее распространенные протоколы Ethernet, Token Ring, FDDI и другие. На верхних уровнях работают протоколы NetBIOS и SMB. Протокол NetBIOS Network Basic Input Output System появился в 1984 году как сетевое расширение стандартных функций базовой системы ввода-вывода BIOS IBM PC для сетевой программы network компании IBM. В дальнейшем этот протокол был заменен так называемым протоколом расширенного пользовательского интерфейса NetBIOS Extended User Interface. Вместимости приложения в качестве интерфейса к протоколу NetBIUI был сохранен интерфейс NetBIOS. Этот протокол разрабатывался как эффективный протокол, потребляющий немного ресурсов и предназначен для сетей, насчитывающих не более 200 рабочих станций. Протокол NetBIUI выполняет много полезных сетевых функций, которые можно отнести к сетевому, транспортному и сеансовому уровням модели OC. Однако он не обеспечивает возможность маршрутизации пакетов. Это ограничивает применение протокола локальными сетями, неразделенными на подсети, и делает невозможным его использование в составных сетях. Функции сеансового, представительного и прикладного уровней. На основе SMB реализуется файловая служба, а также служба печати и передачи сообщений между приложениями. Стеки протоколов SNI, компании IBM, DECnet, корпорации Digital Equipment и Apple Talk, компании Apple, применяются в основном в операционных системах и сетевом оборудовании этих фирм. На рисунке 4.1 показано соответствие некоторых наиболее популярных протоколов уровням модели OC. Часто это соответствие весьма условно, так как модель OC – это только руководство к действию, причем достаточно общее, а конкретные протоколы разрабатывают для решения специфических задач. Причем многие из них появились до разработки модели OC. В большинстве случаев разработчики стеков отдавали предпочтение скорости работы сети в ущерб модульности. Ни один стек, кроме стека OC, не разбит на 7 уровней. Чаще всего в стеке явно выделяется 3-4 уровня. Уровень сетевых адаптеров, в котором реализуются протоколы физического и канального уровней, сетевой уровень, транспортный уровень и уровень служб, объединяющий функции сеансового, представительного и прикладного уровней. В соответствии с стандартом – это только одно из многих требований, предъявляемых к современным сетям. В этом разделе мы остановимся на некоторых других, не менее важных. Самое общее пожелание, которое можно высказать в отношении работы сети – это выполнение сетью того набора услуг, для оказания которых она предназначена. Например, предоставление доступа к файлам, архивам или страницам публичных веб-сайтов интернет, обмен электронной почты в пределах предприятия или в глобальных масштабах, интерактивный обмен голосовыми сообщениями IP-телефонии и т.п. Все остальные требования – это производительность, надежность, совместимость, управляемость, защищенность, расширяемость и масштабируемость – связаны с качеством выполнения этой основной задачи. И хотя все перечисленные выше требования весьма важны, часто понятие качества обслуживания в компьютерной сети трактуется более узко. В него включаются только две самые важные характеристики сети – производительность и надежность. Производительность Потенциально высокая производительность – это одно из основных преимуществ распределенных систем, к которым относятся компьютерные сети. Это свойство обеспечивается принципиальной, но, к сожалению, не всегда практически реализуемой возможностью распределения работ между несколькими компьютерами сети. Основные характеристики производительности сети – время реакции, скорость передачи трафика, пропускная способность, задержка передачи и вариации задержки передачи. Время реакции сети является интегральной характеристикой производительности сети с точки зрения пользователя. Именно эту характеристику имеет в виду пользователь, когда говорит «сегодня сеть работает медленно». В общем случае, время реакции определяется как интервал между возникновением запроса пользователя к какой-либо сетевой службе и получением ответа на него. Очевидно, что значение этого показателя зависит от типа службы, к которой обращается пользователь, от того, к какой пользователь и к какому серверу обращается, а также от текущего состояния элементов сети – загруженности сегментов, коммутаторов и маршрутизаторов, через которые проходит запрос загруженности сервера и тому подобное. Скорость передачи трафика может быть средняя скорость, мгновенная, максимальная скорость. Чаще всего при проектировании, настройке и оптимизации сети используются такие показатели, как средняя и максимальная скорость. Пропускная способность – максимально возможная скорость обработки трафика, определенная стандартным технологией, на которой построена сеть. Пропускная способность отражает максимально возможный объем данных, передаваемый сетью или ее частью в единицу времени. Пропускная способность уже не является подобной времени реакции или скорости прохождения данных по сети, пользовательской характеристикой, так как она говорит о скорости выполнения внутренних операций сети, передаче пакетов данных между узлами сети через различные коммуникационные устройства. Зато она непосредственно характеризует качество выполнения основной функции сети, транспортировка сообщений и поэтому чаще используется при анализе производительности сети, чем время, реакции или скорость. Пропускная способность измирается либо в битах в секунду, либо в пакетах в секунду. Задержка передачи определяется как задержка между моментом поступления данных на вход какого-либо сетевого устройства или части сети и моментом появления их на выходе этого устройства. Этот параметр производительности по смыслу близок ко времени реакции сети, но отличается тем, что всегда характеризуют только сетевые этапы обработки данных, без задержек обработки конечными узлами сети. Создание распределенных систем, к которым относятся и вычислительные сети, состояло в достижении большой надежности по сравнению с отдельными вычислительными машинами. Другим аспектом общей надежности является безопасность, то есть способность системы защитить данные от несанкционированного доступа. В распределенной системе это сделает гораздо сложнее, чем централизованной. В сетях сообщения передаются по линиям связи, часто проходящим через общедоступные помещения, в которых могут быть установлены средства прослушивания линии. Другим уязвимым местом могут стать оставленные без присмотра персональные компьютеры. Кроме того, всегда имеется потенциальная угроза взлома защиты сети от неавторизованных пользователей, если сеть имеет выходы в глобальные общедоступные сети. Продолжение следует...